2,5 миллионов рублей. Такая задолженность за услуги ЖКХ накопилась у жителей Мариинско-Пасадского района. Месяцами злостные неплательщики игнорируют квитанции за уже предоставленные коммунальные услуги. Работу с должниками ведут судебные приставы совместно с прокуратурой района. Они вышли в рейд по уже известным адресам. Чем чреваты долги по коммунальным платежам, выясняла моя коллега Наталья Мальчикова. Платить за воду, свет и тепло вовремя, не дожидаясь начисления пений, хотят не все. Однако безнаказанным такое не остается. У вас 13 тысяч рублей. Это не такая большая сумма. Хозяйка квартиры на месте оплатила часть задолженности. Остаток обещала погасить с пенсии. Но были и такие, кто попросту не открывал дверь приставом. Для тех, кто не идет навстречу предложению оплатить долг, принимают более серьезные меры – арест имущества. Как собираетесь оплачивать? Ну, или же тысячи, а, кто-то стоит в платье. Я не знаю. Так, за долги по ЖКХ судебные приставы исполнители арестовали автомобиль одного из должников. Владелица машины задолжала 35 тысяч рублей. Плательщик должен рассчитаться по выставленному счету в кратчайшие сроки. Иначе будут применяться меры. Арест будет наложен. У вас будет 10 дней для погашения задолженности. Если в течение 10 дней вы не погасите задолженность, соответственно, сумма этого имущества будет реализована. Проще говоря, машину продадут. Деньги направят на погашение долга. На всех должников, физлиц, подаем в суд, в мировой участок. Далее, судебные приказы подаем службу судебных приставов для принудительного взыскания. Имеется реальная угроза, что «Газпром» и «Экзбутовая компания» могут нас ограничить по ставке своих ресурсов. Что может сказаться негативно на добросовестных жителях нашего города. Ограничение на выезд за границу запретно при регистрации имущества, рейды по должникам. Такие предупредительные меры, по мнению судебных приставов, снижают общую задолженность. К злостным же неплательщикам услуг ЖКХ применяются радикальные меры воздействия, вплоть до выселения из квартиры. Предварительные итоги рейда таковы. Некоторые должники, чтобы избежать ареста имущества, оперативно оплатили долги через терминал. Всего за пару часов было взыскано 82 тысячи рублей. Наталья Мальчикова, Республика. Республика.